вот это сюрприз посмотрите на эту красоту и розочки расцвели и пиончики но я расстроилась потому что чем-то заболел пион как видите бед сказал что за какое-то грибковое заболевание и вот даже завязанный пиончик он засох раньше здесь было 8 огромных цветков а сейчас только один но зато посмотрите какие крупные розочки вот пожалуйста красота скажите на балконе всем привет сегодня у меня день хозяйки с хочу облагородить балкон так как видите уже пошли розы цвести ну а тюльпанчики нарциссы уже отцвели поэтому сейчас облагорожу свой балкон и поделюсь с вами что высажу сейчас летом так как весенние цветы уже отцвели в швейцарии постоянно меняют цветы по сезонам осенью пойдут хризантемы а сейчас внимание смотрите что и так клубни от тюльпанчиков и нарциссов я откладываю в сторону они нам пригодятся на следующий год вот такое солнечное здесь у меня вот такие ромашечки тоже желтенькие а по краям я высажу герой красный вы уже знаете те которые цветочки уже у нас пошли в рост их можно оторвать чтобы много новых началось видите это долгоиграющая причем герань можно размножать можно кусочек оторвать положить поставить стаканчик с водой и он упустит корни а как вы знаете что у меня бят профессионал по цветам садам газоном и работает он в фирме которая называется аренавита он естественно специализируется по всевозможным удобрениям добавкам и эта фирма хороша тем что они только органические удобрения используют все натуральное био то есть вот такой баночки хватает намного здесь уже есть дозатор и она предназначена для цветущих растений может быть поэтому меня и орхидеи так хорошо цветут так теперь видите как все быстро и легко и сейчас займусь еще комнатными растениями вот уже совершенно другая картинка а орхидеи мои пустили новую ветку и вот я теперь не знаю первый раз у меня такое как ее можно завить чтоб она тоже вот сюда ушла в эту штуку чтоб она не поломалась не дай бог причем это при цветении произошло и здесь пустились новые листики тоже интересно какое буйство красок и здесь как вы помните в прошлом году каким-то образом перец тут у меня вырос можем в этом году опять перец вот в этом горшке с цветком он стоял на балконе я не знаю кто туда посадил перец но он растет уже второй год и посмотрите какой уже куст она уже тяжелая опять перец причем это все в цветении видишь не мешает один другому так о боже вот еще одна штука видите от основной пошла еще одна ветка и вот так вот она что ли будет свисать то есть здесь из листика а здесь вышла отсюда блин ну как вот это закрутить зовите интересно немножко поломаю как же его может подождать чтоб она немножко мягкая стала сегодня у меня цель освободить шкаф от зимних вещей и развесить туда уже летние которые я достала из келлера и буду сейчас это все упаковывать на зиму до зимы в вакуумные пакеты и покажу вам одну фишку которой я пользуюсь чтобы вещи не завонялись и не пахли плесенью я сейчас достаю те вещи которые мне не нужны летом это батнички с капюшоном брюки вот какие-то платья например теплые до которые оденешь не раньше чем осенью и постараюсь это все еще рассортировать беру такой большой пакет вот он у меня видите такой объемный верхнюю одежду тут и брюки отдельно что потом легко было найти вот эти платья я точно летом не одену они теплые тоже складываем и потом сверху стопочкой можем и сколько барахла которые ни разу за зиму не было одета а просто перекладываю работу выполняю на зиму сложила на зиму опять выложила и вот так вот она висит место занимает и вообще никто это не миллионный футболок которые ни разу не были одеты допустим термобелье лыжные вещи это тоже убираем спортивные теплые штаны флиски ладно одну флиску оставлю вдруг в горы пойдем и будет прохладно вандерин хозу тоже сюда почему очень важно прятать на зиму потому что мой элементарно на 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 мой элементарно заводится и жрет вещи так я перчатку и шарпы в отдельный пакет ну что иногда они нужны раньше времени вдруг там на лыжи поехали господи обяту на ему сказать чтоб что-то выбросить это смерти подобие шапки шапки всех цветов какие только можно только у биата 7 шапок который ни разу не оде учитывая сколько мы выбросили вещей когда мы пережали хотя вот эти шары их можно между сезонами ставлю это это тоненькая тоненькая оставляем теперь у меня есть такая вот штучка florence цветочный аромат от excel и вау очень вкусно пахнут эти салфеточки и мы их просто вкладываем внутрь чтобы наши вещи тоже вкусно пахли теперь мы это все закрываем и теперь берем вот эту дырочку откручиваем эту прикручиваем выкачиваем воздух это удобно брать с собой даже в отпуск вы берете чтоб в чемодане мало места занимало и мы так вот еще раз раскладываем видите чтобы она не мялась потому что можно вообще в такую кучу так сделали ну еще чуть-чуть вот теперь откручиваем насос закручиваем крышечку все посмотрите место занимает мало и вот так вот если вы едете в отпуск и у вас маленький чемодан вы все сложили только я закручиваю все чтобы она не мятое было и вот так вот себе в пакетик вакуумом засосали чемоданчик положили и так можно взять больше вещей чем они будут в открытом доступ так теперь давайте посмотрим что с этой огромной сюда я еще положу тоже салфеточку внутрь и в этом пакете у меня другое крепление насос не подходит сюда квадратный я попробую сейчас моим тайсоном так еще раз проверим этой штучкой чтобы все было у нас закреплено нигде у нас не выходил воздух и закрутим сейчас вот закрыли клапаном они вот так вот могут стоять эти пакеты сейчас смотрели еще как его можно еще немножко засосать вот такой пакет у меня получается три лыжных костюма зимой куртку тоже все посмотрите вот мой любимый тоже шарфик шапка у меня а это помните история знакомства с биатом шапка у меня была богнер и не нравился мне цвет какой то ни туда ни сюда таупы и биат на первое свидание принес мне шарфик вот такой вот смотрите один в один подсвет и здесь еще какие-то камушки а блин здесь тоже моль погрызло но я его не буду выбрасывать пусть на память будет что за находцание ну что и вот еще и вот еще пусть лежит как воспоминания все равно очень редко ношу шарфы потому что всегда в машине горы на лыжи эти вот так что уходит в историю этот шарфик не знаю может можно как-то зашить аккуратненько так нашла заодно помадку кстати очень рекомендую elizabeth arden фирма кто знает у них есть духи классные green tea для подростков хорошие для тинейджеров свеженькие так вот вот этот вот линия у них eight hours 8 часов потрясающе если вдруг что-то выскочило фиберблаттер как здесь говорят простудный какой-то прыщ либо губы и потрескались шелушатся на ночь намазал восемь часов держится утром проснулся все отремонтировано и есть у них такой же крем для рук тоже для проблемных для проблемной кожи ну что мне тут еще начать и кончить ну а теперь мне надо вот эти летние вещи все распределить шкафу убрать то что я вообще не буду уже носить может быть что-то выбросить может быть что-то уже не актуально спасибо а вы после просмотра давайте-ка тоже вперед в свою спальню расхламлять свой гардероб знаю для этого нужна сила воли и желание поэтому очень надеюсь что я вас смотивировала на такой подвиг напишите потом в комментарии как прошло сегодня ну что я таки убрала все распределила хочу показать вам какой мне есть шикарный венок нити прям настоящий с длинными лентами а наш это попроще я купила а этот который у меня до этого был который я готовила на свой костюм другой вот а это помните западной украины гуцульская такая штучка как она называется поправьте меня в комментариях специальное слово у нее есть все значит что у меня сейчас получилось у меня остались здесь летние вещи вот только пару джинсовых пиджачков вот конечно же море вещей нарядных особенно вечерних которые вообще никуда не носятся уже давным-давно и и здесь и все распределила по цветам это мне здесь такое нижнее белье здесь навела порядок оставила еще вещи для похода этот свитер то что я его наверно один раз год буду одевать деньги на ветер как говорится потому что это вне сезона да то есть тут сразу жара наступает значит здесь брючки которые я еще смогу одеть море колгот которые не носятся в швейцарии во вообще а из этих носков я тоже наверно ношу пары 4 вот это вот мне надо все собраться и выбросить и вот здесь я перебрала ту же вот просто сложила до чтобы мне было хорошо видно все футболки здесь у меня для фитнеса шорты опять-таки для похода ходить спортивной одеждам это все шорты летние которые я ношу это брючки и такие вот еще бежевые блузочки в юбочки вот так вот у меня получился летний гардероб зимние идет в келлер у меня а вот этот большой пакет здесь шапки шарфы и я еще навела порядок в этих шарях до которые можно носить летом они тоненькие честно говоря вообще не помню чтобы мы что-то из этого одевали когда-то в последнее время и осталось мне еще такая пустая коробочка кстати очень удобно эти системы хранения вот очень рекомендую это пойдет мне в коридор как видите выходной день прошел очень продуктивно все свои планы выполнила несмотря на то что было очень-очень мало времени а вы поделитесь своими успехами смотивировала ли я вас на такие глобальные действия кто-то встал с диванчика пошел убирать свой шкаф и разгребать свои вещи а может быть вы это сделали уже давным-давно будет интересно пообщаться с вами в комментариях я еще успела на ужин сделать шашлычки куриные внутри у них копченый бекончик салат и отварная брокколи а что у вас сегодня на ужин ну а чтоб я не расстраивалась что мои пиончики погибли и всего лишь один распустился посмотрите какие бят принес красивейшие особенно вот эти с желтой серединкой пахнут потрясающе вот это вот сорт пахучий